Починить эти мужики, они типа мяч пустой загоняли, ну в никуда. А если ну не знать, то что это... У меня просто видео, мужик стоит. Там кегль нет, и он хуярит, и стоит, ждет, смотрит, что будет. Это Миша Мельников, он же скровнее. Он татуировщик, художник и обладает неповторимым стилем. Типа такое психоделение. Это в этом Черном Принсе? Б-45. А, блядь, я в Черном Принсе работал долго, и мы что только не делали с этой, блядь, дорожкой боулинга. Кстати, не умрешь, если ебануть туда ебалом, и она, нихуя, она просто мимо тебя так, и ты просто вылезешь с другой стороны. Да, там какая-то подсобка у них, кегли там. Да, да, да. Короче, не страшно, я два раза ебалом летал туда. Круто. Че, ну, че, Сергеич, ептай. Конечно, пишу. А, что-то ручки у тебя в руках, да блокночка не видно. Да. Ну и что, тебе вот 30 лет, и ты, получается, будешь менять на... Я не буду менять ничего, прикольно. Я думал себя на пузе набить, чтобы это пивное пузо было, но, видишь, я пить бросил вроде. Вот я, кстати, тоже бросил пить и курить, и хочу себя набить на пузе, пил и курил. Неплохо. Просто по-русски. Ага. Ебаным шрифтом. Да, неплохо, в прошлом этом. Да, и что вот я пил и курил. Будет забавно, если ты сорвешься, и ты такой, у тебя спрашивают, что ты вчера делал. Блин, это лайфхак. Можно будет даже, ну, можно в такое мясо быть, то, что даже вот так не говорить, показывать на живот. И все. Либо часть заклеивать, если конкретно... Да, 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 вот так ладошки. Ну, не пил он. Не пил. Это если тебя мусора останавливают, например, в тачке. Что, пил? Это так нельзя мусорам делать. Нельзя, да? А как можно мусорам делать? Вот так закрываешь, где курил, и говоришь, честер синий. Пользуйтесь. Ой, блин. А почему дрищ? Ну, я был худенький такой. Я подумал, как прикольно. Ну, типа, понял, звучит прикольно, скравнее. Это типа как на сленге. Или как будто поляк какой-то. Ну, типа такое, есть что-то в этом. Я такую букву еще си на букву кей поменял, чтобы, типа, гугли-гуглилась. Я всегда говорю. И типа... Ну, и чтоб оригинальное было. И прикольно. Такое... Получается. Еще вот видел... Рау. Нет, получается так. А, нет. Рау там еще есть. Но это уже потом начало приходить. Я начал делать. Но ты выбирал-то для чего-то? Да, для татуировок. Когда я начал делать, я такой, так, пацаны, надо придумать имя. Я сам его придумал. Они там что-то накидывали, а я такой, хочу вот так. Ну, блядь, прикольно В принципе, сработало Еще парочку этих Но ты делаешь не просто татуировки Расскажи для тех, кто Ничего не знает Это что, это у тебя весь в картинках Таких больше Ну, сейчас уже, наверное, нет Не знаю, либо как-то привык А что рассказать? Я Миша, 28 лет Татуировщик, делаю татуировки Рисую, всю жизнь рисую И вот татуировки тоже рисую Ну, вот я, например, за себя скажу Короче, я до какого-то момента Мне очень не нравились татуировки Ну, вообще не нравились И я такой, у меня сестра набила Татуировки себе на животе Мороженые какие-то Я такой думаю, ты что, блядь Ты что, дура, что ли? Я говорю, зачем ты это сделала? А ты старший брат Да, я был такой, в пиджаке, ходил в рубашке Везде Диджей времена вот эти? Да, да, да И я потом что-то подумал А что я на нее залупаюсь? Надо пойти сделать Ну, посмотреть Может, не так это и плохо Но я решил, что я буду делать татуировки Максимально отстойные Ну, соглашусь, татуировки у тебя так себе Ну вот То есть я должен был быть Вот эта крутая, мне нравится Какая? Полоски ебучие Это мне ребенок на руке нарисовал А я просто сверху ебану Лучше это татуировка Я тоже так думаю Короче, я решил делать просто газету Вот мы прям рандомно Вот просто в гугле картинку нашел О, давай, ебаш А, да, прямо так? Да, есть даже такие Круто Вот И понял, что это неплохо Но даже в то время, когда я начал делать татуировки Я тоже сталкивался с тем Что многие говорили Вот, это тоже классно Спасибо Сейчас за это лайк А, кстати, дизлайки на ютубе убрали Можно даже пердеть Попробуем Айранчик вчера пели Смотри продукты Я уже просто пердел два раза Короче, ну Вот мои татуировки говно Есть татуировки какие-то другие Ты делаешь татуировки вообще какие-то странные Ну я Те, что я делаю Они Это разное с тем, что на мне Я тоже Я решил, что я холодильник Я решил, что я затеганная стена Типа в один момент Сначала были мысли Так, вот здесь вот для хуйни А вот здесь вот какое-то сделаю Что-то осмысленное Но в итоге, когда ты находишься в этом В тату-сфере И так далее У тебя, ну, блядь Ты там Давай, баню, вот это давай И как-то так получается И в итоге все тело превратилось в тоже Затеганную стену Холодильник с магнитиками Для тех, опять же Кто не понимает То есть для людей, которые привыкли Что такое татуировки Которые бьют себе My life, my rules И все остальное Приходят Им картинку переводят Да Потом сверху набили Да И они довольны И пошли домой Да Ты делаешь не так Я тату художник Ну как Я, наверное, тату-дизайнер скорее Вот Типа, вот если так думать То да Я делаю фрихендом Ко мне приходит человек Это опять же объяснение Фрихенд Да я тебе буду объяснять Это комфортнее Типа Все равно Они же смотрят Да Привет всем, кто смотрит Привет Я стесняюсь немножко Типа, короче Фрихендом Это значит то, что Ко мне приходит человек Мы с ним сидим Беседуем То есть сейчас Я в основном Ну мне накидывают просто Примерно, что будет Но когда ко мне приходит человек Я, скорее всего, не помню уже Чего он там именно хотел Он мне рассказывает Мы лично При личном контакте Обмениваясь энергией И с ним типа Решаем, что именно Я спрашиваю Что человек хочет И мы рисуем прямо на нем Фрихендом Маркером специальным Я хуярю набросок Есть возможность Сразу внести Какие-то корректировки Потому что Бля, это Почему я перестал Делать эскизы заранее Сейчас хочу Сделать какие-нибудь Пару флэшпэков Но хуй знает Сделаю или нет Короче, я всю ночь Рисовал эскиз на заказ Там такая рожа И типа сзади тигр Лицо девушки И сзади типа тигр Это должно было быть на грудь И мне не нравились глаза Я перерисовывал глаза Наверное, часа четыре Я стираю глаза И думаю Блядь Сука, другие должны быть Делаю другие глаза Хуйня И в итоге Все, идеальные глаза я нашел Скидываю работу С утра И когда я проснулся Мне девочка отвечает То, что Слушай, хуенный эскиз Все нравится Ну глаза, хуй Ну глаза, может, давай поменяем Я просто Я взбесился нахуй Типа я такой Ну это последний был шаг Я начал учиться Больше и больше фрихендом делать Это упраздняет Очень многие Вот эти вот Форм-факторы То есть Человек приходит Я говорю Так, будет примерно вот так Он не видит окончательный эскиз Тебе не нужно копировать себя Вот еще что важно Когда ты Делаешь по эскизам То процесс Самой татуировки Не казался мне творчеством То есть я Творчество было Когда я рисовал этот эскиз Но потом я по сути Просто перерисовываю Обвожу Еще человек смотрит Вот тут ты немножко Немножко в линию не попал Блядь Ну какая нахуй разница Типа если это Красиво гармонично смотрится А когда ты делаешь фрихенд Это Ну пьюр творчество То есть Тебе приходит человек Ты на нем рисуешь Он сразу может Слушать глаза Не те Светский фризи Потетер Сделал другие Он видит эскиз Примерную накидку И уже непосредственно машинкой Я начинаю делать Окончательный вариант То есть Его в голове вижу только я Человек видит набросок Помимо этого Самому клиенту Это намного интереснее То есть Он присутствует В неком перформансе А не просто Пришел вот именно Получить Принт Какой-то на себя Вот И в процессе Рождаются еще какие-то идеи То есть Где-то тень Сколько по времени уходит Обычно я говорю Весь день занимает Чтобы мы не спешили То есть Мы рисуем Часа два Наверное Что-нибудь такое Потом Еще колем Ну с перерывами Если учитывать То я думаю Часа четыре Пять Может быть Семь Но если учитывать Все перерывы Машинка сама Имеет там типа Таймер Вот последняя моя И По таймеру Как правило Сеанс получается Двух с половиной часов Прямо чистой работы машинки Понял До Четырех Дальше уже Человек охуевает Скорее всего То есть Четыре часа Работы Еще терпелка Терпит Потом уже становится Просто не в моготу Я не хочу мучить людей Тоже Типа я Лучше отпущу Но скорее всего Мы закончим Короче За один сеанс Я однажды закатал Чуваку рукав Но там много пробелов И он Тут череп Короче Переходы И тут череп Половина черепа Черепов У тебя Какой-то Стиль Неповторимый Ты все Что ты рисуешь Ты рисуешь В каком-то Одном Космическом Каком-то Непонятном Психоделическом Откуда это взялось То есть Как-то Люди К этому приходят Я не знаю Посмотреть на картины Пикассо Когда он был Еще в адеквате Это одно А потом уже Под конец Ты сможешь Такой Ебать Прикольно Это же Да прикольно Оно дошло Как-то Ну да Слушай Все По сути Я думаю Это такая Такой микс Из всего Что отложилось У меня на подсознании И то Что мне нравится Вот То есть Просто Как будто В голове Есть какой-то Блендер И все Что туда попадает Ненужное Отсеивается Я стараюсь Просто сделать То, что Мне по кайфу Потому что Иначе Это не тру Как-то будет Понял Ну Я буду Против себя Как будто Против своего Лить А в творчестве Этого Очень не хотелось бы И Не знаю То, что Меня вдохновляло Какие образы Вот эти вот Я сейчас Давайте здесь Ну Да Хуй с ним Здесь вставим А мы обычно Горушу Сейчас вставим Но никогда Ничего не вставляем Здесь вот сейчас Возможно Что-то вставить Напрыгало Картинки Чтобы вы понимали О чем речь Я много рисую Пустыню Каньоны Всякие Кактусы Это началось Где-то Наверное Лет 14 Отчасти Вдохновлен Тогда был Ну Страх Отвращения В Лас-Вегасе Вот эта вся Эстетика Странная Какая-то Потом Это переросло В некие Такое Увлечение Всякими Ну Шаманскими Штучками Эзотерическими Пустыня Меня привлекала И вот это Самая Ахуй Потому что Я все время Рисовал Эти Всякие Каньоны Еще что-то И А я родился В Казахстане Актау Тогда Назывался Шевченко Это город Напротив Махачкалы Через Каспийское море Вот И мне батя Понял Все детство Такое О Это 12 микрорайон Тут вот Мамка твоя работала Тут я работал Вот Ну Это такой Прибрежный городок Достаточно Такой Сухой Море Обрывчики То есть Ну Небольшие Там Не как Крыму Где-нибудь В котором Я никогда Не был И Типа Такое Я думал Что это Ну Город И все И Буквально Несколько лет Назад По-моему В 2018 Году Мы сидим Тогда по-моему Не Савор Назывался Да Как назывался До Савора Или он сразу Савор был Савор Ну короче В Саворе Сидим с подругой Селеной И Я решаю Посмотреть Что такое Октау Это полуостров Мангешлаг Я гуглю Мангешлаг Чувак Сейчас покажу тебе Это Короче Я У меня даже слезка потекла Я понял Откуда Как будто Корни растут Хотя я был там Всего Ну Меня отвезли оттуда В год И Ну Не знаю И ты с того момента Ни разу там не был Не был Сейчас я покажу И там пустыня Чувак Я увидел вот это И я такой Ебать Сейчас Секунду Экранчик разбит Понял Туда Покажи Ну У меня экран разбит Лучше Вставьте Фотку Я охуел Я прочувствовался Так сильно Что я пошел в туалет Немножечко умыться Типа Ну такое Какое-то чувственное Вот это Творческое Во мне Растаяло Я охуел Я подумал Что наверное Тоже как-то связано Возможно Но мне нравится Эта вся тема Типа Понял Такая Демоны пустыни А для тех людей Которые посмотрят И скажут Да это просто Наркоманы Собрались Вот И еще там Друг друга Набивают Нет Чай Вот Стрейт Эйдж Как объяснить людям Что это Творчество Это искусство Это неплохо Зачем им объяснять Если мне нравится То пошли они Нахуй Просто Ну те кто Врубается Они врубаются Типа Еще я буду сидеть Объяснять Ты не понимаешь Это вот так Ну захочет Поймет Не захочет Зачем человека Насильно переобувать Типа Ну вообще Вот так в больнице Бахилы приходится Надевать В обществе Терпимость Ко всей такой движухе Она Просвеживается Сейчас да Мне кажется Вообще пухой абсолютно Типа Ну Клиенты Которые Раньше были непонятливы И сейчас Понимают все То есть Видимо Тату сообщество Воспитало клиентов Всякими мемами И прочей темой То что Типа Приходите Мы сделаем как надо Не выебывайтесь Короче Вот Приходят до сих пор Драконов на плечо Просят Бля У меня есть развлечение Я езжу В Анапу В студию Морблэк Тату Это проходная студия То есть Раньше Мы кололи Только Когда начинали Всякие такие штуки Чтобы набить руку И так далее Потом началась эра Когда ты делаешь То что Приходит к тебе За твоим стильком И видимо Я так соскучился По вот этому Всему То что Я приезжаю туда Там заходят люди И просят Что-нибудь Тигра Скорпион Да А там можно с ними Разгонять Давай сделаем Вот так Короче Ну то есть На самом деле Я там тоже Все фрихендом делал То есть Приходят люди Хотят надпись My life is mine А One life for two Короче Пара пришла Я им говорю Давайте Не из интернета Скачаем А я вам сделаю Сам каллиграфию На хуярю Там мужчине Более так Ну то есть Они остаются довольными Они приходят За нормой Так сказать Татуировкой Но уходят довольны Они мне потом писали Там типа Приезжай к нам Там Сызрань Короче Вообще Молодец Спасибо Там прикольно Приходит дед Его кореш Забивается Приходит дед У него Короче На ноге Свастон Такой набит Странный Тут вот это Вот И он тоже Татуировку хочет Мне говорят Миша Будешь делать Я говорю Да Он такой Хочу тигра Показать мне в реализме Тигра На все плечо Я говорю Но это на несколько дней Делать Могу вам сам нарисовать В графике Примерно вот так Будет выглядеть Еще давайте Я понимаю Что это мой дед Я говорю Давайте Трайбл Сделаем сзади Прям такой Олдскульный Чтоб Ивокин Ты еще Его там Зареспектовали На районе Павел Я мог бы ему Сделать что-то Современное Или что-то такое Ну нахуя деду Такая татуировка Я говорю Давай трайбл Я сделал ему тигра Такой трайбл Прям нарисовал Пока я его бил Спрашиваю Откуда все эти татуи На звонке стоит Что-то воровское Говорит Да на малолетке Сейчас сделаем Мои мать Все сделал Ему нарисовал Он подходит Я говорю Ну как Он такой Смотрит в зеркало Я думал Угар Там дракона Может быть Все эти Воровская Этот прикол А вот В тюрьме Спрашивают У татуировки Или нет Как думаешь Не бывал Не знаю Пока что Мне кажется Сейчас Мне рассказывали Ребята Еще году Наверное В 2016 То что У них тип сидел И он вроде как Рисует Могет Что-то делать И он сказал Традик Бьем друг другу Чуваки Пришлите Нормальную тачку И краски Буду здесь валить Может старые Но вообще Поговаривают Что нет Что ты заезжаешь И просто Все выкупают Короче Уже норм Может быть Где-нибудь Туда за Урал Где-нибудь Может быть И спросят Если тебя туда Отвезут Хуй знает Но скорее всего Это не Самый важный фактор Если у тебя нет Ничего зоновского Разумеется Так то можно Как отличить Хорошего мастера От плохого Что по кайфу тебе Я не знаю Что для тебя Хорошее Что плохое Вот автокрайз Для меня Для меня Что это будет прикольно Мы там С ним Круто Попиздим Это будет Это будет Контент Ну да Но ты такими Категориями Мыслишь Да Я хожу Ну как В театр Сходить Я сходил Но еще Что-то Какое-то Дали Какую-то Приколюха Должна быть Вот Естественно Есть те Кто там В основном Девочки Которые там Пиздец Хотят себе Что-то очень Красивое Реализм какой-то Они там Себе выбирают Каким-то другим Принципом Я не знаю Как вот Ты как тату-мастер Объясни Вот просто Чуваку Который Никогда не делал Татуировки Так очень хочу Ну как ему понять Как вот определить Ну может он заходит И сразу понятно Не это долбоеб У него лучше ничего не делать Ну пусть тогда уходит Как это понять Ну пообщаться Не знаю Пиздеть посидеть Немножко Мне поэтому и нравится То есть во фрихенде Вот то что знаешь То что человек приходит Мы с ним сидим Я у него спрашиваю Чего тебе по кайфу Приходили люди Говорят Вот деньги На Хочу вот руку Вот здесь Понятия не имею Что делать Типа кто-нибудь Просто что-нибудь свое Начнет настаивать Например Я так не могу Я сижу С человеком Говорю Ну подожди Давай поймем Что тебе нравится Девочка сидит Говорит Ну не может она Выдавить у себя Я говорю Так окей Хорошо Сейчас немножко Психология включится Давай вот я тебе сейчас Нарисую Что-то космические корабли Инопланетян Каких-нибудь там Существ Таких более Технологичных Например Да А вот ты блять Вот все любишь Нахуй по жизни Ну вот сука Инопланетян Ты ненавидишь Например Откуда я это могу знать Она такая Ну да Космическое не хотел Вот И ты начинаешь так По руслу этой реки Как барбар Ну наверное Да Типа понимать Что человеку ближе И в итоге Ты делаешь что Ты начинаешь рисовать С ним как-то Беседуешь Узнаешь что ему по кайфу И в итоге он получает Он такой Вау Блин Это как раз то Что я хотел А ты такой Да Интересно блять Как это получилось Короче Ну по сути Это такая Поиск Чего-то там Вот Мне так нравится Мне по кайфу Это делать Короче Совет людям Которые идут Делать татуировку Если вам по кайфу Делайте хоть Струну Ну да Ну если по кайфу Струной Да Мне вот недавно Делали вот здесь Машинки С самодельной Ну это прикол Сам понимаешь Тоже контент Ну да Или как японцы Хуярят палкой какой-то Да Они там тыкают Они потом еще вроде как Сразу идут в баню Чтобы это все У них Понял Такая хуйня Какой прикол Ну да А про тебя Ты час не пьешь, да? Восьмой, наверное, денешься Ага Восьмой день Ага Ну это мне нравится Ну я не знаю Пить ли это, Ваня Если я там вечером Вот говорю Там 3-4 пивасика выпиваю Но уже у меня началось такое То, что это начало Я почувствовал, что алкоголь Как депрессант на меня действует И мотивации ноль Еще после ковида Скорее всего Вот это я омикрончиком переболел И там вот это Потом ты лежишь вот так вот И вообще ничего не хочется А мне сказали Что там на нервную систему действует Небольшая депрессия Еще, блядь Ну вот сейчас солнышко вылезло Вроде нормально пошло А так я вот еще пил И такое, ебать Ну вот это И ну немножечко Пришлось, чтобы понять Что стоит завязать Пришлось упасть немножко на дно Знаешь Как бы фениксом обратно Потому что там Дошло уже до Определенного прикола Когда я проснулся В ахуе, блядь Ничего не помню Кулак разбит Нога порезана Я такой Это надо рехаб Все, кресты нахуй 3-5-9 Ультра-хардкор Ну может просто Всему свое время Возраст Я вот в какой-то момент Понял, что Блин, все, короче, круто Бля, кто говорит, что алкоголь Хуйня Видите, алкоголь заебись Ну да Вот, ну Пить алкоголь Очень круто Но В какой-то момент Мне вот Почему я перестал пить Мне стало тяжело Вывозить программу Да Вот прям Мне пиздец тяжело Потом еще 2 дня Ты лежишь После программы В лучшем случае В лучшем А чтобы не лежать 2 дня Обратно надо заходить В эту программу А потом эти 2 дня Превращаются в 3 И, короче, это пиздец И реально стало тяжело Вот последний раз, когда я пил Это была тусовка Мы делали летнюю пати Где? Там еще в лифте Друзья и вино Была лифт-пати Короче, летом была какая-то тусовка Уличная И я решил, что Я молод Силен И я могу делать все И, ну, было все Ну, короче, не так Все, что было Я с радостью принимал Вообще В свою компанию Да И в тот момент И шутки И Все, и шутки И анекдоты И кальмары Все, все, что было Ковраки Пицца Да, пицца Вот И главное, что мне не нужно было Принимать всю компанию Это я подумал, что я настолько молод Что водка и энергетик Это очень классное сочетание И я могу еще С ним общаться очень много Но ты только это употреблял или нет? Я имею в виду из алкоголя Если бы ты так делал То, наверное, нормально зашло бы Нет, ну, блин, конечно, нет Но это было Превалировало Водка и энергетик Много прям Я пришел домой И все такой Бля, все так охуенно Я такой на движнике Тусовка прошла Все круто Я ложусь спать Сплю час И просыпаюсь от того Что все, я сейчас умру Нахуй Блядь И я думаю, ну, наверное, вот так Умер Типа тудук, тудук А что там мотор, да? Не то, что он стучал Я думал, все, блядь Я часа четыре Пытался себя реанимировать В итоге там Какие-то скорые Еще что-то И я такой Блядь, наверное Надо не пить Я не пил Долго Да А в какой-то момент Я такой А как вот, ну Как не пить-то? Это ж как? Я не знаю Все делать Как тусить, да? И я въебал, короче, еще И опять эта хуйня началась И я такой Наверное, это знак Да, наверное, ты грабли Если пораздражил Да, что не надо, короче Мне больше всего этого И Тебе сколько лет, прошу прощения? Тридцать Ага Ну, все И я такой, типа Ну, а с другой стороны Потом, да? Я смотрю на людей Которые там Тридцать пять, сорок Хуярят, блядь Каждые выходные Приду Я сто пудов их встречу Они, блядь, будут Они просто не рассказывают тебе Что они дома Как они лежат Или они не лежат Ну, как это так? Это, естественно, несправедливо, блядь Я тоже, может, хочу Еще ворваться В тусовку Ну, боюсь, что Ну, полисорбик там Это все Полисорбик Уголь активированный заранее Эндеросгель Эндеросгель, яндарная кислота Это, блядь, лучшие друзья мои А, да? Я вот без них И такой, ой Ну, и хорошо Нет, нет, я фанат Ну, блядь, понятно Там уже все Реанимация Самореанимация, блядь Тоже налажена, пиздец Ты прикинь, какой яд вообще Да Мы, блядь, легальный героин Просто хуярим какой-то Все ваху Но с другой стороны Не, ну да Это ужасно Продаю Толкашку надо запрещать нахуй Но она Она невыносимо классная Блядь, да Она просто Она вот Сука Тихо, тихо, тише Тише, тише Я даже друга Я забыл поиски друга Когда ты вот, ну Надо найти вот прям С кем ты коришь С алкоголем Ты из алкоголя? Да Ну, да Водка Водяра нормальная Моя подруга, главное Водку можно добавить Даже в торт Она будет охуенно Блядь, Ванечка Ой, господи Я просто Я полгода не пил Но Водка Это же Это Это Прекрасно Вот если можно Назвать что-то Прекрасно Вот это водка И Сейчас я без вас Испытываешь вообще Психику мою Пиздец, знаешь как я страдаю Блядь, я полгода не пил Ни гладка Я как будто в чистилище попал Блядь к тебе сюда Водка Это прекрасно Да, я не пью 8 дней Да, Миша Я тоже не пью Кстати, водяра Это охуенно Бухла Заебись А коньячок Да, вот выпил А, не, все Фу Заебись Нет, а коньяк Мне нравится, знаешь чем Когда я вот хочу в театр Ну, как бы я выпил коньяка И я в театре сразу Я такой Обсудить бинокли готов А что происходит Ну В театре абсурдно Но вином Не понимая людей Которые нахуяриваются вином Я красный Я всю жизнь думал Что нужно пить красный Ну, круто Да Я пил это красное У меня от него что-то Голова болит Ну, блядь, это Что-то животик Хотя красная полусладкая Это же вообще Вот я думал Вот оно вино Да Я тоже Ну, его надо пить А потом вот это Сухое белое Не, белое мне зашло Я думал Я белое вообще не смотрел В его сторону Я думал Ну, белое Ну, надо красное Круто Вампир, блядь Красное вино Попробовал белое вино Оно такое легкое оказалось Я такой Все, я буду белое пить А красное не пью А нахуяриваться вином Страшная вещь Южный стиль, кстати Вот Стопа предложил Вот это движуха С газировочкой белое вино Мешаешь Вауя Вообще Отлично Но в целом Не пейте, пожалуйста Ну да Там в меру не получается Просто, ну Я просто, ну Если сорвать кресты То, ну Понял Буду бухать Я просто начал Короче, к чему Вот Тебе почти 30 лет Да Ого Есть понятие Какое-то надо Или не надо Чего-то Да, да, да И хочется или не хочется У меня вот случилось Я так фиги бросил Я же бросил сигареты курить Но я их не бросил Вот в чем прикол Типа Несколько лет назад Я такой Ну я курил Как и все И В один момент Я такой А мне не нравится первая сига Мне от нее хуево становилось Апатия какая-то минутная Опять Просто, ну прям Ну мне не нравился этот эффект Кому-то может Ну кто-то кайфует От этого Я вообще прям не кайфовал Я такой Так, нужно первую сигу покурить А потом буду весь день ходить Потом я понял, что Я курю сигу не потому Что у меня никотиновая зависимость А знаешь, типа Я иду и музыку слушаю И там припев начинается И как будто бы Сейчас бы вот под нее идти Вот под это И вот сигу курить Дым пускать Охуенно было бы Я купил себе блок Нирдош Это биди Такие индийские Вот И всяких там Клевер Айураведа Вся хуйня Я думаю Буду их курить просто Ну какая нахуй разница у меня Я их начал курить Скурил этот блок Прошло там сколько Двадцать сухуем дней И самое главное Но тоже Это не каждый день У меня нет сейчас В кармане сигарет Это уже длится Ну лет Шесть Наверное Вот я сейчас Пытаюсь бороться Перешел сначала Курить Тут ебаный Айкос Блять чел Это страдание пиздец Батарейки по всему миру Раскиданы Они ебнулись Все такие Давайте помогать планете Да Как насчет электронные сигареты Для быдла Которая будет швырять Их вот так вот везде Аккумуляторы Что там вырастет Заказался сейчас Из никотиновых стиков Попробовал покурить И такой Ебать Купи себе нирдош Я тебе рекомендую Клевая тема Еще приятная Вкусненькая Еще полезная Точно так же Ходишь Куришь Надо попробовать Вообще начал курить Айкос Потому что воняло дома Сиги воняли дома А у меня пиздюк маленький Вообще жесть Да Это проблема Но сейчас я думаю Я просто брошу Просто скажу так же Ты когда хочешь Попробуй нирдош Просто ты поймешь Может быть тебе просто нравится Дымок пускать Еще будешь ходить Такой Че у тебя Нирдош Только нирдош Биди просто обычные Они блять такие Нирдош типа качественные Надо заказать Да Я скину тебе потом Прикольная хода Скинь Вкусненькая Полезненько Я к чему Вот дальше Да Вот ты тусуешься Там что-то бухаешь Да Я смотрю Ваши тусовки Очень прикольные Вы делали Как будто сейчас Рейд на мотоциклах Блять Это вообще было Чудо Да С Матсайклс мы ездили Там были Бубела Там был Таири Короче Очень много Пиноккио был Паша из Коалиции Там ЛВО Раньше Короче Познакомились с кучей Крутых ребят В этой поездке Творческие ребят Даша Кудри Татуировщики Там Афганистан Может знаешь Фотки накидаю Ты скинешь Фотки Да Фотки метро Наверное будут Был очень крутой Трип Я ехал на копейке Короче На своей Пацаны на байках СРКи Четырехсот И блять У них стиль Типа как в семидесятых Понял То есть это Блять Мне кажется Самые топовые чуваки В Москве Из гаража Матсайклс Типа Они придерживаются Вот того Не вот эти Батьки На чоперах Которые они купили За несколько миллионов Которые едут В Кожанке Покупной И слушают Арию Просто полный кастом Блять Вообще Просто ржавые штуки Понял Мэд Макс Такой вообще Потрясающе Я был так вдохновлен Я бегал там Просто от счастья Светился Это же когда-то Закончится Или не закончится Когда Как это блять Они пели Однажды Станет поздно Уже умирать молодым Я прошу Убей меня Если я стану таким Я сегодня весь день Поспишь Потом слушаю И вот эту песню Сегодня слушаю Весь день Однажды Станет поздно Уже умирать молодым Я прошу Вот об этом и речь Ну блять Ну Завтра можно Ну блять Стандартно Блять Да и завтра Может людей На тебя на башку выпасть Надо жить Сегодняшним днем Блин Ну занимаемся Пока что Я короче Не про это Не про то Что там умереть В каком-то там Трипе В очередном А в том Что Потом Сейчас 30 будет Потом 40 Потом 50 Потом 70 А ты об этом Блять Я мечтаю Чтобы мне было 42 Мне кажется Я самым крутым чуваком буду Типа Смотри Есть такая хуйня Я хочу быть дедом И вообще старый Ну ты хочешь Крутой такой уже Типа понял Ну ты мужик Еще я обращал внимание На такой парадокс Нашего мира Круто Смотри Ёбнутый дед Да И ёбнутая бабка Нам очень повезло С тобой Типа Женщины Если что Но типа Ёбнутый дед Это вот этот Типа Блять Ёбнутый дед Он там что-то Бля Иди нахуй Типа Типа Ёбнутый дед Слышь Дед Иди сюда А ёбнутая бабка Ее же не любят все Даже девчонки Мне об этом говорят Я им рассказываю Это Они говорят Ну да Пизда Ёбнутая бабка Это Ой бля Это ёбнутая бабка Вот А что если я стану Ёбнутым дедом Это Последнее Ты можешь делать что хочешь Ну да Ты можешь просто Срать где хочешь Да Ёбнутый дед Ёбнулся А бабка Ёбнутая Который стрелет везде Это вообще жесть Это экзорциста Экзорциста Сначала То есть Так что Здорово Дай бог Прикольно Я кстати тоже Начинаю понимать С возрастом Да Этот прикол Хотя Всегда 20 Такое чувство То есть У меня 16 Я в какой-то момент Посмотрел в зеркало И такой Ебать У меня старое ебло Да У меня все доеболосы появились Старое ебало Стало В какой момент А потом Я начинаю смотреть на молодых И я уже такой Они там что-то рассказывают Блядь Мы там А я такой А я Бля знаю А я уже был там Нахуй 13 лет назад Чего нахуй Круто Время эфемерно И ты понимаешь Что Прикольно Короче Ты найдешь старше Когда у тебя Под тобой Вот этот вот такой Путь Движухи Такой Своеобразный Но Дети Семья Вот оно надо Или не надо Я полностью против этого Мне 16 У меня еще сперматозоиды Не сформировались Ну пока я сам не реализуюсь Я вообще об этом не думаю А сам реализуюсь Это докуда Ну Чего я прохожу Ну хочу Блин Машину Чего я прохожу Да Ну я Я не для этого создан В этом мире Чувак Вот реально Я бате сказал Еще лет Наверное в 15 Что на мне Рот Мельниковый Закончит Но я тогда решил Он такой Нас прокляли Миша Мы прокляты И я такой Батя Нормально На мне Рот Мельниковый Закончит Я не продолжу Это сумасшествие Больше Типа Вот И как бы я с детства Кому-то знал Что ну его нахуй Ну Кайфовать хочу Кайфовать Кайфовать хочу Кайфовать Кайф 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 От души Ну вот у меня сейчас Мама говорит Аська Калинина Одноклассница Уже свою к нам Водит заниматься Одноклассника Свою встретил Он с одноклассницей Нашего Говорит Моя доченька А я думаю А я вот это Ускачи купил Новый леопардовый Цепь подарили Он собачу Смотри Ебать круто Сейчас блин Мотик взял себе Поеду Копейка Огонь у меня Ну копейки Прикольно Вот так вот Вот это мои детишки Рисую я тоже Дети мои Вот смотри прикол Я Ощущал себя Подобным образом На многих Вот этих вот Встречах Когда вот Виделся с кем-то Из прошлой жизни Своей Да И когда У меня там Одногруппница Четвертого родила Четвертого Четыре нахуй А я Иду там Не знаю За хотвил С тачку Блять Привезли На развал А какую взял Блять Ну у меня вот Она кстати лежит Блин прикольно Я собираю Бля балдею Ходвилс круто Кто собирает Все коллекции Это просто песня Блять И я такой И я начинаю думать Типа Да идите вы нахуй Я блять У меня прикольная жизнь Да конечно А потом А не кажется ли тебе Что ты за этим прячешься Ну смотри Себями Собачьими И за тем И за леопардовыми лосинами Прячешься от чего От смены жизни Не я не думаю Нет От самого себя От самого себя Я постоянно бегу Это же нормально Нет Все же вроде Нет Нет Я бегу От самого себя Ну смотри По Ницше Есть три Человек Три Такие вот Уровня Это верблюд Лев И ребенок Вот ты Кто Вот Ты кто по жизни Кто ты Чисто из вот этих Трех Этот лев Ебать тигр Ну типа Ну блять Ну что Я просто скажу Верблюд прикольная пустыня Все Верблюд это Я ребенок Не Ну ребенок верблюда А ребенок Это типа Вот уже сверхчеловек Когда ты В полной свободе Ну до полной свободы Еще долго Но у меня ему кажется Ну не знаю Бля я не знаю Кто я Механ я Ну не кто я Блин я Пацан Я песчинка вообще Во вселенной Какая-то А что хочешь оставить Или ничего не хочешь Рисунки Татухи Там Вот у меня мысль Я не знаю Как в России это реализовать Я хочу Знаешь Отдают свое тело После смерти Науке Я хочу отдать искусству Своё тело Я не знаю Наверное блять Сложно будет Короче я хочу Чтобы Нельзя наверное Ну где-то еще надо будет Типа чтобы Мой короче скелет Посадили В такую Во фрак надели Нарядили Знаешь Типа такой Такой Потертый И чтобы он сидел С волосами Желательно И вот бухал За столом Либо с другими скелетами Либо просто Чтобы свободные стулья были Люди могли подойти И после смерти Со мной там выпить Где-нибудь В таком Ну как будто я Как будто кто-то зашел В дом Какой-то Да Или там в трюм И там вот сидит Остался Ну в фильмах Видел такое Вот мне кажется Перформанс такой Был бы после смерти Неплохой Что кожу Кожу Ну пасима Есть один у нас В России Такой тип Но он правда Не стоит И не бухает А просто лежит Блядь В центре Ты вообще думал Над этим Это какая Блядь Вообще психоделия Смотри Москва Это Вавилон Кольца Они строят Еще больше колец По этим кольцам Ездят люди Ненавидят друг друга Сидят друг напротив друга Такие Это энергетическая пушка В центре Пирамида Нахуй В которой лежит Мертвый чубак Ты вообще Ну думал об этом Что они делают Кольца В центре которых Лежит труп Пирамида Нахуй В которой лежит труп Ну Все еще ходят Типа ебать Круто лежит Да Охуеть Ну если так посмотреть Это что вообще такое База инопланетная Я не соглашаю Если просто кто-то Чувак там Из какого-то времени Да Взглянуть на это Я вот об этом думал Я думал Знаешь какие Думал Как выглядят занятия Обычные Простые Для людей Которые никогда Их не видели Вот например Если я забиваю гвоздь В стену И чувак Который никогда не видел Как забивает гвоздь Он такой О нихуя Что ты делаешь Ну что-то понятное Нахуй ты ебаешь Но я подумал Как выглядит секс Вот чувак Который никогда не видел Там все склизкое Вы что нахуй делаете Зачем это делать Это жену Странно выглядит Блядь Вот Ленин Так же выглядит Как секс Получается Ну я не знаю Нет Я бы Вань Ну каждый рот Как хочет Ну да Да Все ребята Вот так Да Он классный Особенно Когда холодно Становится Сосочки у него стоят Наверное Интересно Сосочки у мертвых стоят? Нет А ну крови же нет Крови нет Сосите хуй Надо у него написать На обувь Ленина Ой ладно Все Самогория Нет Но Ленина Я думаю Надо закопать Сто пудов Я бы его Либо посадить Хотя бы Чтобы даже какой-то день Заходит китайца А он хуяк сидит Вот так Все таки Че Вот он И резко Одного пустить И резко его обратно положить Чтобы они заходят Ебать он сидел Или пранк сделать Положить туда Типа Вот этого Которые там рядом ходят Ленина Вот этого Да-да-да И он такой Ваа Да это пранк Камеры вон там Ебнутся Путин такой Я тебе на ютубе снимаю Пранки Да это все пранк был Ааа Вы повелись Да это пранк Ладно извини Пранкует вообще пигдец Я про этого Ну Геннадия Сергеевича Путин Ну знаешь что Ааа Ну Колешка Пигдец пьяный В законе Мой блядь Да А как же Вот еще Вечная жизнь Я вот Я вообще думаю Что если допустим Углубиться в философскую Такую хуйню Зачем нужны все религии И все остальное Люди хотят жить вечно Потому что религии Обещают им Но многие религии Что там будет рай Или еще теток И ты будешь жить Короче всегда Дружище Иисус А здесь это только Временная движуха Так И если выбирать Вечную жизнь То я выбираю Вечную жизнь Я не знаю там Пушкина Он же тоже Живой типа Потому что мы же слушаем Читаем его А ну я понял о чем ты Ну да Вот Ну либо там Еще кого-то Вот Тебе хочется просто Чтобы тебя вспоминали Кореша и приходили Бухать к тебе на могилу О нехуйня Какая-то Грустная Либо чтобы Ну вот Вот так вот К скелету Чтобы То есть Скажи вот он жил Чтобы блять Сесть скелетом Да написано там Вот это арт-объект Кого-нибудь еще Арт-объект А еще будет круто Это автор Ну Миша Мельников Кто сидит Миша Мельников Не это прикольно Ну это просто прикол напоследок Да Не ну конечно Хочется оставить после себя Именно какое-то творчество И так далее Просто сейчас мы живем Век диджитализма Вот этого диджитала всего Это что На флешку записывать Закапывать ее Как Что-то монументального хочется Но вот блять Татуировки-то Не монументальные Нихуя на самом деле Ты же сгниешь Либо если из твоей кожи Сделать абажур Возможно Конечно Мумии нужно быть Чтобы татуировки остались Может быть Сейчас Может ты откроешь Какое-то новое Будешь совершать Будут люди Поломничество К тебе Ну не хотят Но это Так Это Смысл В чем Всего Охуеть Я это Сын мой Все Тусовки Смысл Ну прикол такой В кайфе Кайфовать Вот я не понимаю В чем смысл Вот до сих пор Вот я сижу Вот и Сколько уже лет И не понимаю Наверное Вот эти качели Черное-белое Вот это вот такая Тряска Интересное Изучение Углубления себя Мы же как вселенная Которая Сама себя изучает Посредством Нас По сути Ну вот блять Ебать Ну В чем смысл Ну вот травка Там Перекольно Весна сейчас Солнышко Все такие Вау Ну значит Наверное Всем это нравится Все такие О солнышко В этом получается Смысл весны Там В жизни Вот она циркулирует Спираль Ебучая Все это Движемся по спирали Многие говорят Круг Да вот это Муроборос Так это круг Сверху Сверху просто Понял Циркуляция Как ебаная пружинка Разноцветная О да да Что-то такое Наверное И вот ну Тебе нужен плод И вот плыви По нему Я просто такой придерживаюсь Хуйни Понял На самотек пустил Типа Я просто плыву По реке Которая куда бы Куда меня унесет Туда-то наверное и нужно И пока что Это приносит Только Ну все И подводные камни Бывают Но мне кажется Так правильнее всего Типа Иногда я беру Весла А иногда Я их убираю А иногда Вообще Этот плод В серф превращается А иногда На мель встаешь Ну вот И плывешь себе Как понять Когда весла Надо убрать Как это охуел Когда ты вообще Уже охуешь И стал Бабкин внук Блядь А как это хотел Чтобы это Пиздец Мы не долбоёбы Ну да Понятно Тоже тут И про плоты Думаем И про речки Ну на плоту Мне кажется Прикольное всего Типа так Плывешь себе Плывешь Кто-то Кому-то по кайфу Больше с веслами Плывешь У кого-то каяк Не знаю У кого-то У медведева яхта А я на плоту Нравится Это река Жизнь река А против течения Пробовал? Ну типа в какой-то момент Чё за хуйня Блядь Давай обратно Ну тут уже Я думаю Это такая река Которая против течения Это и нет Нельзя Ну а как Это чё Это рек Наверное Только может Ну пьюм В прошлое Прошлого не вернешь Ну типа Внутри головы Ты часто плывешь Обратно по течению Ну и толку Ебать Лучше блядь Это вперед Смотри Там камни Ебать Ты всё Блядь Надо было там Тормознуть Ебать Там камни Сейчас будут Смотри Осторожно Зеркало заднего вида Поставить Может Переднего Зеркало вида Просто зеркало вида Зеркало для другого Ой Извините Это он про гадание Наверное Вот эти вот Пиклодам Свечи Втором Надо рисовать Там эти Ступеньки Матный гномик Появись Эликсиром насладись Да Да Но я тоже задумывался О том Вот надо Ну ты каждый Вот вроде чё Определился Ты такой думаешь Ну вот сегодня Вообще каждый день Какая-то новая хуйня Да Круто Ты сегодня думаешь Да блин И потом ты понимаешь Да просто прикольно Прикольно Ну да Прикольно Что-то делать Разбираться Тебе комфортно И всё вокруг Ну ты там Твоим Людям Которых ты считаешь близкими Ты не сильно Напрягаешь их Значит всё Съедаешь Да-да-да Именно Если ты не делаешь Другому там Хуёво Вот Это путь созидания Согласен Ты ничего не разрушаешь А разрушаешь Только себя Либо то что Ну Зависит от Самого Если надо Например Да А вокруг Типа да похуй вообще Ну да Но Вот что мне Вот я вот Сижу здесь В бункере Да Закрытый Никого не вижу Мне тут самому собой Охуительно Я бля балдею Да Одиночество Очень важно Я общаюсь с теми людьми С которыми я хочу общаться И стараюсь абстрагироваться От людей С которыми я не хочу общаться Я не буду их называть Долбоёбами Там Просто другие Просто вибрации другие Да Но иногда Вот ты выходишь Вот я не знаю Вот пример дурацкий Я не знаю Вот захожу Еду короче В такси И мне как раз приходят Эти стики безникотиновые Я таксисту говорю Давай заедем Вот здесь Типа этот пункт Этот Яндекс там какой-то И захожу там Яндекс стики блядь В смысле Нет Ну это Доставка Яндекс доставка Они там где-то Производят Хуй знает где Ага И захожу И там типа Что у них Извини У них можно купить Зайти Сказать Ну Яндекс маркет Или какая-то там Яндекс доставка Можно вот так зайти Нет К ним заходишь Когда тебе пришла посылка Все Извини Так Так слушают Да И там сидит Короче Девчонка Может ей лет Там 25 Там 30 Вот в этом промежутке А я такой Ну на позитиве Говорю Здравствуйте Я у вас никогда Ничего не брал Что тут надо делать Код какой-то Ну говорю Вот этот код вам показать Она мне прям Блядь сходу просто Да подождите Это не один Я думаю Да я блядь один Да ладно Нет Я говорю Я один Ой ладно Где там твоя посылка Я говорю Вот только что Уведомление Пришло Прямо ехал мимо Видимо пришла Ой ну это тебе долго ждать А тебя такси ждет Да Я говорю Типа Да окей Ну я подожду А нет Твоей повезло Твою разбрала Я говорю Да нахуй Ты мне все это говоришь Зачем тебе это нужно Знаем Ну отдай Либо скажи Не отдам Я все короче Все делал А нахуй Приносит Давай Ножницы есть Ты что Ну я не знаю Зачем они нужны Давай проверять будем Что там Прям так Вот в таком тоне Я думаю Нахуй Ты мне блять Сейчас попалась Ну И Все И день Ты думаешь о том Что А что если Ты вот здесь сидишь Заморачиваешься Что-то делаешь Пытаешься что-то там В себе менять Или что-то дать людям Или как-то созидать По-своему Там Для кого-то может непонятно А большинство людей Вот это тетка И ты такой думаешь Ебать А может быть Невозможно Блять Нихуя создать И вас спасти Может быть Все пошло нахуй Вот как с этим быть Пиздец Ну интересно Ты со мной решил побеседовать Что с теткой с этой Да Это же тетка Их много Больше чем Не теток Ну типа Блять Вот ты же пытаешься Что-то сделать Ты же ну Ну угорать с нее Орать с нее Ну зайти Она начинает эту хуйню делать А ты вместо того Чтобы думать Еб твою мать Думаешь Ебать Я естественно Я так и делаю Но это же Не изменяет того факта Что Возможно Их больше Над всеми не переугараешь Тебе Жизнь подкидывает приколы А ты их не принимаешь Я обалдею Я просто Если такой шанс Удается что-то Блять У нас есть У нас столько этого Ну бля Ну бывает черное Бывает белое Ну просто тоже Ну а как Ну возмущаться Прикинь Ну блять Че Прикинь Она тебе день Вот есть же люди Которые с такой теткой Побеседуют И они такие Блять Весь день испортила Эта баба Ну так сделай так Чтобы это не портило Тебе день Или у тебя тоже Бывает же хуевый настроение Ну бывает же Ну вот Для кого-то ты такая тетка Иногда Бываешь Правильно Когда прикольно Получилось Такая философия Ну да Мне так и хотелось Это же прикольно Солевая лампа Это солевая лампа Это солевая лампа? Да Ну работа Она так и стоит На самом деле Она вот такая Это она Откинутая Короче есть такой прикол Это просто мне будет интересно Послушать ответы И поздно Задает эти вопросы И был такой чувак Мартель Пруст Который ответил на вопросы Очень прикольно И сделали опросник Назвали в честь него Потому что он Круто ответил на эти вопросы Ааа Да Ну окей Давай Я какие помню Буду задавать Давай Ты не помнишь Никакие Нет Какие помнишь Самая вот вкусная еда На твой взгляд Я недавно Съел за день Только Big Tasty Junior И решил больше не есть И лежал ночью А у меня давненько Такого не было Чтобы появлялась Вкус еды Знаешь Некоторые девчонки Особенно Блять Шоколада хочу Блять Креветок Прям вот не могу Хочу А у меня давно Так у него Я такой Ну надо поесть Потому что надо Так так Чтобы Big Tasty Ебать А тут я вот голодный Лежу ночью В 4 часа утра У меня В голове Появился вкус еды Который я не ел Лет блять С 12 Может С 14 Мамкиной Это морковка с яблоком Натертая Сахарочком Я почувствовал вкус На голодухе В 4 ночи Я капслоком написал маме Мама Я только что почувствовал вкус Которого Давно Пусть на Сегодня 22.22.22 Зеркальная дата 2.2.0.2 2.0.2 Это будет Морковка с яблоком Мамина Из 12 лет Потому что это было Просто какой-то Какой-то Просто флэшбэк Давненько такого не было Я приехал На следующий день На завтрак Мама приготовила Мне морковь Она не была Такой вкусной Как эта Но Я охуел Это блюдо Завтрак легкий Такое И помидоры Сто пудово Помидоры Я помидоры Обожаю помидоры Только не жаденые Только сырые Что ты готов Простить Все со временем А что не готов простить Или есть что-то С чем ты не готов Мириться Вот типа Нет Вот это качество Нахуй Бля Просто все Что мне не нравится Говно Я раньше Об этом просто говорил А не знаю Ну не покайф Тебе там группа Все ее любят А ты тут не любишь Например Ну я не буду Но ты вот Называешь говном Попробовав Или просто вот Да Да Конечно Думаю что да Те вещи которые Ну в большинстве случаев Ну типа Есть говлоебы Которые говорят Блядь Но меня сейчас убьют Нахуй Я не люблю Гражданскую оборону Егора Летова И не потому что Блядь Его очень многие любят И так далее Но мне не нравится Потому что я прям Он работает на меня Я чувствую Блядь Вот эту знаешь Какой-то постсоветский Вот этот вот Блядь Серость Вот эту вот всю И оно навевает На меня такие чувства Которые я не хочу Ощущать в себе И вот это Вот это Прямо Понял Не те Он касается Струн Моей души Но я не хочу Чтобы он их касался Мне нравится Несколько песен И вот Несколько Словосочетаний Которые он В нужный момент Использовал Я такой О прикольно Он очень хороший Философ Там стихи у него Президенты Но вот именно Вот звуки Которые издает Эта группа Мне они почему-то Неприятные При том что Там Химера Грунг Это сравниваю Но группа Химера Наоборот откликается Во мне Хотя тоже такое Что-то Там более Психоделично Эзотерично Какое качество В тебе Самое лучшее Ой блин Жесть какая Куда я пришел Исповедь Самое лучшее Сложно оценить Ну блин Легок на подъем Может быть Недавно Витя Лютый Макен сказал Бля Механ Легок на подъем Я типа Если у меня Что-то покайф Я скорее всего Скажу О да Ой пофиг И типа Угорать буду С этого Может быть Это Типа Стараюсь жить В мире В котором Ну воспринимать Все с приколом И даже Какие-то Ужасные Кошмары Которые снятся И там Какая-нибудь Психологическое Давление Начинается Я там С этими Бесами Из кошмаров Иногда Тоже С нихару И там Типа И в итоге Кошмар Становит Ну понял Моя игра Становится Даже Зачастую В В В Снах Может быть Вот эта Легкость Которая Пришла Со временем После Каких-то Прям Блядь Охуев От жизни Наверное Вот это Ну Пока что Я оцениваю Так Типа То что Я могу Я сначала Охуею От какой-нибудь Проблемы Охуею В моменте Я разозлюсь Вскиплю Пару часов Буду в ахуе Ходить А через какое-то Время Уже так Спущу это все Да похуй Дальше Дальше плывем На плоту Понял Но это не сразу Было Если бы не собой Кем хотел быть Блядь Всеми По чуть-чуть Или сразу Сразу Всеми Как в матрице Агент Смит Или как что-то Другое Как просто Эмпатия 9000 Всеми И плохими Дядями И хорошими Прочувствовать Схуято Понять Почему Прикинь Вот в один момент Ты чувствуешь То что ты Все люди Планеты Земля И душа Земли Тоже Ты Вот этот Организм Джороган Я много В подкастах Эту теорию Говорю Он сказал Что секрет Счастья В том Чтобы Относиться К каждому человеку На планете Как будто Ты проживающий Другую жизнь С другим сознанием Это ты же Ты же Да Вот это Круто Мне кажется У тебя не было Мне кажется Уже чувствовал Да есть Ну все Ты думаешь А вдруг В натуре Это ты Ну все это Ну мы же Блин Нехья Россия Ну что Ну там Вот мы гуляли С Джек Рассел Терьером И он определенно Чувствует То что Вот та собака Другая бежит Она тоже Джек Рассел Терьер Он относится К ней Он Блядь Он не говорит Он Не Это Я нахуй В зеркале Кого-то Другой Он просто чувствует На каком-то Подсознательном уровне Генетически То что Он Как бы Они родня А вот Если дочувствоваться До того Чтобы понять Что мы все Блядь Чтобы там Это Рыбы С руками Блядь Гладить Которая Выползла И говорить Ебать Ебать Батя Нахуй Понял Так Амонита Там держишь Говоришь Вот он Блядь Это я Нахуй Ну так Прикольно Может это Так и есть Так так и есть Только никому не говори Любой персонаж Любой Вымышленный Невымышленный Настоящий Это круто И почему Блядь Хеллбой Крутой Вообще Мне нравится Ну не А Ну может Охуенно нарисовано Майк Миньола Обожаю Блядь Пиздец Вот Появился Сейчас Майк Миньола Художник Который придумал Хеллбоя Он Блядь Я Я просто В охуе Он такие штуки делает Он минималистично Способен показать детальки Ты обращаешь внимание На его детали И Это Великий художник И у него там Тоже Ну он увлекается Знаешь Всякими диковинками У него везде Там прослеживается На задних фонах Какие-то Индуизмы Хуизмы Всякие вот эти Эзотерические штуки В общем Прям Разъеб Полный Но персонаж Хеллбоя крутой Но я скорее Майк Миньола крутой Майк Миньола Охуенный тип А Еще Охуенный тип Это Сержио Топпи Тоже Ебать Он рисует Я его охуе снял И Сурнов Андрей Художник Русский Очень крутой тип Вот просто Три назвал Там еще дохуя их Но Сурнов Просто Вот эта картина Вы только гляньте Вот это Вот это Вот это Вот эта картина На весь экран Бля Ебать Он вообще Рисует Самый кайф Исторический персонаж Который реально был Тип Самый крутой За всю историю Пиздец Исторический персонаж Ну кто Кто угодно Да Ну ты просто накидываешь Знаешь Как будто мы сидим И такое Назови свою любимую группу Знаешь И ты такой Типа Надо подумать Исторический персонаж Крутой Не выдуманный Да Не Настоящий Настоящий Иисус Христос Давай сразу Следующий вопрос Ладно Ну не Ну ладно Ну подожди Не знаю Я же говорю Невыдуманный Исторический персонаж Настоящий Невыдуманный Бля Я сейчас такую хуйню Сказал Да получается Настоящий Чего Почему Да он был Попался Ванечка 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 Бля Я не знаю Майк Миньел Ладно А того Вот какой Исторический персонаж Самый хуй плет Бля Не знаю Тоже Да все они Красавчики И мудаки Бля Одновременно Как их понять Вообще Всех Исторический персонаж Хуй плет Бля Бля Я хуй знаю Гитлер Ну Бля Допустим Ну типа Ну хуй с ним Вот Состояние Абсолютного Счастья Вот это Как А можно Процитировать Типси Типа Да Счастье Ну не знаю Что такое Я бы сейчас Двоводных дал бы Было бы счастье Хотя Хуй знает Типа Счастье Это ж не Ежесекундное чувство Это что-то такое Что проходит Через Все время Или Двоводные Это цитата Я так не думаю Да Просто не на днях видел Ну да Ну я согласен С тем Что счастье Это когда Ну просто Заебись тебе Ну просто Помнить о том Что Не разгоняйся Братишки Абсолютное Несчастье Абсолютное Несчастье Не хочу Даже Произносить Просто Не знаю Не хочу Думать Что такое Абсолютное Несчастье Не знаю Для кого Как Мне кажется Что если Вот Ну там Животное Умирают У кого-нибудь Это несчастье Или там Хотя С другой стороны Не знаю Я Несчастье То грустно То пусто Когда нет Двоводных Фу Ну нет Наркотики Это плохо Ладно И последний Вопрос Из этого Марселя Пруста А это все Его да Список Как ты хочешь Умереть Как Не знаю Но после смерти Вот Ну как Как получится Что Ну я Ну конкретно Я бы Суицидом Не покончил Суицид Это вот Последнее дело Хотя Ну мысльки Бывают эти Блядь И морские Блядь Суицидальные Но это Мне кажется Не круто Не стильно Надо и вывозить Прикалываться А там дальше Как попрет Ну в передозе Тоже тупо Умирать Вот это все Мне кажется Прошлое Сейчас молодые Вообще Умирают от передоза Блядь Если раньше Клуб 27 Был Сейчас что Клуб 20 Что дальше Будет 14 лет уже Выйдет Но не хочешь Не Мне нравится Жизнь Я люблю Жизнь Она Интересная Гармоничная Просто Все вот эти Даже Эзотерические Хуйни Течения И так далее Мне кажется Чернота Потом будет И все И Ну Если это так То хочется пожить Конечно Ну После себя Оставить Там Картиночек Побольше Рисунков Всяких Чтоб все Хуевали Как Да Прикольно Начали С Татуировок А закончили Ну Отлично Пройдет 50 лет Ты Посмотришь Да Я буду Гордиться Наверное Собой Хорошо Я еще Блядь Выбрал Блядь Хорошо Что я сейчас Не пью Потому что Я хотел Думал Пьяный Придум Пиво Сидеть Пить Такой бы Хует Ты Наградил Наверное Ну Прикольно Была бы Хуета Но Цель В другом Оставь Вот этот Ну Вообще Подкаст Он Никогда Никуда Не уйдет Мне нравится Просто Мы поговорили И Это останется Смотрел Полуночную проповедь Нет Не смотрел Полуночную проповедь Ты Это мультик Создатель Adventure Time Но там Другое Совершенно Это психоделия И там чувак Ведет Ванечка Ванечка Там значит Чувак Мультик Он ведет Межгалактический Подкаст И дело в том Что все серии Сняты так То что к нему приходят Настоящие гости Они беседуют Какие-то еще вставки Возможно там Есть по сценарию Но при этом Ты чувствуешь Что это абсолютно Живой разговор И они поверх этого Рисуют такой пиздец И там вот беседы Как раз примерно Подобные Тому что у нас было Вот сейчас Ближе К этой секунде Я ссылку оставлю В описании Ой Это вообще Это прям Ну я думаю Что там Ты только не знаешь Там уже все знают Это прям Очень-очень крутой Я недавно вот Форст Гамп Посмотрел В него кино Кого? Таганку? Форст Гамп Форст Гамп О, блин Не видел? Смотрел однажды Блин Я тоже Как ты к одиночеству Отношусь? К одиночеству Отношусь Прекрасно Я считаю Я считаю Я вообще так скажу Я обожаю ночь И когда ночью Я один Во-первых Ночь очень тихо А я вот начал Получать удовольствие От тишины И я понял Что самый лучший звук И самый прекрасный звук Это тишина Фу Блядь Я балдею Просто с тишины Ночью Два года у меня осталось Еще Это Нет Понятное дело Что я тоже люблю И музыку И пошуметь И когда ребенок Что-то шумит Я вообще Когда вот эта дурость Вся в одном Твой ребенок Любой Я вообще считаю Что детям Надо не давать Надо Не запрещать детям Быть детьми И пусть они творят Любую хуйню Вот Согласен По-моему Одному Надо тоже Понимаешь Когда ты просто В одного сидишь Например Как долбоеб Там Не знаю Бухаешь И смотришь Блядь Счастливы вместе Наверное Это не тот Вот так вот Да А если ты один Используешь Время Самому собой Для того Чтобы услышать Себя Ретрит Себе делаешь Да Тогда это круто И я обожаю Это Иногда Это помогает Гораздо больше Чем куча психологов И всего остального Согласен Необходимо Такой Как называется Люся Это Как называются Которые Интроверты И экстраверты В одно время Амбиверты Нет Нет А как Ну короче Есть типы Которые Вот я Походу Такой Типа Мне нравится И в компании Быть И в тишине Наедине с собой И это многие Называют Типа Зарядить Социальные батареи Знаешь Ты вышел Потусил В компании И потом Ты несколько дней Сиживаешься дома Даже если ты Ничего не делаешь Лежишь Мне как будто Нужно Знаешь Вот прям Даже погрустить Одному Чтобы Ну не хочу Это проецировать На окружающий мир Как будто бы И И мне нравится Проводить время С собой То есть Ну тоже да Поваляться Тоже стоит Вот так Нихуя не делать Но если чувствуешь Что ты Блядь Зря Нихуя не делаешь Ну лучше Наедине с собой Что-то творить Как-то развиваться Что-то там Хотя бы даже Посмотреть Не ютуб ебучий А какой-то Научный фильм Например Это уже Как бы ты Что-то изучаешь Я вообще Бля балдею Вот с такой хуйней Я тоже брат Это кайфовая история И Как Я не помню Кто-то сказал Из гоп Мема Что если ты можешь Сходить в ресторан Типа в одного То ты можешь Все Блядь Я могу С кайфом сходить Куда-то похавывать В одного Прям Блядь Что тут у нас такое Сейчас я тебя покромлю Мой любимый Я заметил за собой Недавно Как это странно выглядит Я короче пришел в столовку И набрал До хуя пирожен И думаю Блядь У меня будет просто Много пирожен с собой В рюкзаке И я буду ходить Такой типа Ебать Школьная Ну просто Ну там Знакомый У кого-то Да неплохо И я заметил Там вот эти ебаные пакетики Маленькие Пиздец под пирожные Несоразмерно Очень маленькие пакетики И я понял Что Типа кексики вот эти Или что Ну там разные Я набрал Там и кексики И какие-то там И эти блядь Пончики Хуенчики Ледовики Ну короче До хуя набрал Да Я понимаю в какой-то момент Что я сижу в столовке Студенческой Куча блядь Народу ходит Студентов А я сижу У меня так до хуя пироженок А я каждое пироженое Беру и кладу Так в пакетик По отдельности Я это делаю Типа минут тридцать Вот так Ага Блядь Я думаю Ебать Я со стороны выгляжу Но мне так Ну круто Я прям Я балдею от этого Все такие О, ебнутый дед Дед ебанулся Да, сидит Блядь Нормально Насколько вы Не такой Каким вы себя видите Когда вокруг вас люди Да, да, да Побыть вот этим вот Да Без масок Без масок Это супер круто Когда ты Блядь У Долгополого Есть в стендапе Такая приколка А ты моешься И ты вроде взрослый мужчина Уже вроде как Ты такой Посмотрел На член А что у меня там за прыщик А ну да Я видел А что тут за прыщик Вот Поразглядывайте Прыщики На члене Да Это иногда дает Прыщики на собственном Подсознании Да Повыдавливайте Немножко А некоторые полечите Можно углубиться так Что пиздец Просто бывает Такое Главное без фанатизма Вот во всем Кстати Я заметил Что это в принципе Вот очень важно Баланс держать Со старого еще Форума Анимешного Для девочек Главное без фанатизма И Это очень важное правило Типа Это работает там И с алкоголем С тем же И там С сигаретами И с Тем Что ты мутишь Вообще Что ты делаешь Типа Какие-то Такие Пороки Возможно Если от чего-то Начинать Фанатеть То ты становишься Ты Пере Это Можно Пере Ебашить Короче Держать дистанцию Как японцы Которые встают Из стола С чувством Легкого голода Знаешь Ну не все Конечно Сумоисты Наверное Так не делают Это очень важно Мне кажется Научиться этому Грамотно Вставать И ты пошел дальше Чтобы не вот это было Ой я переел Ты вроде как Потребляешь Пере всегда хуево Пере хуево Пере хуево Если ты перетопил Линию То ты уже Это не выведешь Там будет Пере ебашенная Линия У меня Я Не фанат Церквей Но я один раз Просто Ну сходил Короче На исповедь К священнику Православную церковь Да И Он мне сказал Одну вещь От которой я охуел Я такой Бля Это круто Ну может в тот момент Мне это так показалось Но он сказал Не делай никогда Того чего Нельзя переделать И я такой Вау Ебать И все И я такой Бля В натуре Ну типа Нельзя делать то Чего вот Все Нельзя Нет пути назад Я этого делать не буду Бля Не Ну слышишь Не Не знаю Ну типа Переделать Если нельзя Вот допустим Он как будто тебе сказал Не рискуй брат Нет Рисковать можно Если ты в конечном итоге Рискнув Наебался Ну можно еще раз рискнуть Тогда делай А если вот нельзя Ну вот стоит рискнуть Ну это какой пример Не знаю Вот тебе предлагают что-нибудь И вот Ну тебе что-нибудь предлагают Если ты рискнешь это сделать Ну я не про всякие там ставки Блядь на спорт И что-нибудь такое Но типа возможно Твоя жизнь наоборот Поменяется в лучшую сторону А я не знаю Какой пример можно привести Ну вот Но есть же такие штуки Да нету Фильмы всякие героические Учат нас наоборот Мне кажется обратно Потому что герой иногда должен Ну если сердцем чувствуешь Что вот надо Блядь Ну типа например А что нельзя переделать Убить человека Ну не убивать человека Окей Ну дурацкий пример Там у тебя есть там Например Человек Которого ты там считаешь Любимым И тебе с ним кайф Ну вот сказав ему Там ты там Тварь блядь Вот это нельзя переделать Почему нельзя Потому что это навсегда останется А Молчать что ли вообще Нет Не говорить И не думать так Ты же только сейчас так думаешь А завтра нет И вчера так не думал А если ты всегда так думал То значит это и не тот человек Ну да Получается Ну тогда и нахуй это вообще надо Ну да Съебывайся Конечно Ну это просто Ну это легко Это это Слышишь Надо было ему сказать На словах Ты лев толстой А на деле Хуй простой Нет Я тоже Я пиздец Косячен Ебать Ага Я кстати подумывал На том что Может на туре пойти Блядь В церковь? Да Я в какой-нибудь другой храм пошел Какой-нибудь там Ну Ну пиздатый Вот я недавно В католическом был церкви У меня там на Белорусской Рядом Непорочного зачатия Девы Марии Собор католический Чувак Там так стильно Блядь Католики Крутые Там орган играет Песня поет Вот это вот все Но там странная конечно Татуя есть Типа вот этот главный Их святой отец Вот так за плечо держит Маленького мальчика И вот показывает ему Куда-то наверх Это ну католическая все-таки Церковь Вот Но там круто Там не чувствуешься А вот он Люцифер Папа да Какая А опять я голос Нам надо заканчивать Хорошо Ну короче Католицизм прикольнее чем Нет вот этого противности Какой-то православной Вот Но и готический собор Это все Православным Ты раб божий Да А там сын Нельзя забывать Что миром правит сатана Нихуя конец какой Ну я не знаю Верьте Я считаю Верьте во что хотите Хотите верьте хоть в палку Прикольно Вам это дает Воду И с небес И через три солнца Вы себя чувствуете лучше Окей Каждый Правий Пока Пока еще дышать не запретили Да это Это Дышать надо А не оттуда Короче просто У тебя камера работает Скажи что-нибудь Человеку Который сейчас это смотрит Спасибо за прослушивание Просмотр 666 Не знаю Что еще Попрощаться Не знаю Пока 22 02 22 22 22 22 Видел да Да Это раз Сегодня зеркал Всегда 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 Очень вовремя зашел Ну вот видишь Немножко такого Мистического Контекста Делайте что хотите Хотите что-то там ставьте Хотите что-то не ставьте Блядь Вообще делайте Все что хотите И будьте Старайтесь быть Хорошими людьми Это главное Без фанатизма Да Прикольнее быть чем плохими Но если хотите быть плохими Ну будьте Все пока Счастливо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok